В Петербурге подвели региональные итоги всероссийского конкурса «Доброволец России». Одной из наград получила Вера Баукина. Ей всего 9 лет. О том, кому и как помогают юные волонтёры, расскажет Лена Петровская. Проходите. Здравствуйте, здравствуйте. Небольшая команда добровольцев. Они делают подарки ветеранам, убирают мусор в лесу или работают в центре для больных животных. Кто хочет помочь животным, которые попали, например, под машину или их злые люди побили. Скидки на возраст волонтёрам не делают. Выдали перчатки, инструменты и очень большой мешок, чтобы дотащить ветки. Мы волонтёры! Шапки, перчатки! Шапки, перчатки! Мы помогаем! Сбор веток даётся школьникам нелегко, но лентяев нет. Да и родители помогают. За час собрали целый ворох аппетитной Ивы. А ты просто приятный делаешь доброе дело, а другим приятный. Ты просто приятный делаешь. Ты понимаешь, тебе удовольствие, что ты помог. И без разницы, он тебе поможет или нет. Главное, что ты ему помог. Ой, это очень хорошо. В качестве награды экскурсия по центру и рассказ о его обитателях. Дети помогают, в принципе, как и взрослые. Мы к детишкам относимся как к взрослым, потому что их помощь такая же ценная, как помощь взрослых. Детский бескорыстный труд не остался незамеченным. На конкурсе «Добровольцы России» Веру признали самым активным юным волонтёром Петербурга. Я планирую стать волонтёром и помогать другим людям всю свою жизнь. Девочка считает, это награда всей её команде. И в следующем году они будут участвовать в конкурсе вместе. Ведь когда делаешь добро с друзьями, и получается всё лучше и веселее. Лена Петровская, Ярославна Фролова, Андрей Бесфамильный, Иван Посидко, МИР24. Развитие добровольчества будут обсуждать на Всероссийском форуме серебряных волонтёров. Он открывается 1 октября в Уфе. Его участниками станут в том числе и активисты старше 50 лет.